Привет, меня зовут Хатуна и мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. 20 мая флагманская грузинская компания Georgian Airways совершила свой первый полет в Москву и сообщила, что будет летать в Россию 7 раз в неделю. У офисов перевозчика прошли акции протеста. Из аэропорта уволился сотрудник, заявивший, что не намерен обслуживать самолеты, прибывающие из России или летящие в Россию в соцсетях, захейтили пилота, который якобы заявил, что счастлив летать в Москву. Этот комментарий появился на странице секции интересов Российской Федерации, хотя сам пилот позже опроверг информацию. О том, что на российском самолете в Европу не попасть, заявил и президент Грузии. Она бойкотировала авиакомпанию, пообещав не летать на ее самолетах, пока ими управляет Georgian Airways и больше не обогащать перевозчика за счет государства. При этом Зоробишвили теперь находится в черном списке авиакомпаний ровно до тех пор, пока не принесет извинения. В самой авиакомпании пытаются убедить российского телезрителя в том, что Грузия бесконечно благодарна Путину за возможность летать в Россию. Все были рады указа Владимира Владимировича и большой благодарности все относились к этому указу. Georgian Airways – абсолютные монополисты в грузинском авиапространстве. Компания начинала с чартеров под другим названиям и уже в 1997 году перешла на регулярные рейсы. 80% акций оформлены на бизнесмена Давида Гаяшвили, 20% на Georgian Air Service. Владеет и управляет перевозчиком Томас Гаяшвили, который никогда не скрывал заинтересованности в полетах в Россию. И даже ездил на поклон в Москву за несколько недель до снятия визового режима и возобновления авиасообщения. Georgian Airways долгие годы была единственной грузинской авиакомпанией, выполняющей международные полеты. С 2018 на рынке появилась еще одна – MyWay Airlines, с тех пор стабильно сталкивающаяся с трудностями в работе. Наблюдатели утверждают, что госорганы искусственно и намеренно осложняют им жизнь, отстаивая интересы монополиста. Оно и понятно. Томас Гаяшвили близок к семье грузинского премьера, который недавно даже гостил в его загородном доме. Он любит говорить месседжбоксами правящей партии, отождествлять теневого правителя страны Бедзину Иванишвили с великими царями и реформаторами Грузии. А также охотно раздает комментарии проправительственным телеканалам. Впрочем, три года назад Гаяшвили все-таки побыл в оппозиции, правда, всего несколько недель. Бывшие соратники по партии Лелу характеризуют его как человека, не обремененного мыслями о национальных интересах, сконцентрированного исключительно на зарабатывании денег. Но несмотря на меркантильные интересы, а может именно из-за них, в прошлом году Джорджин Эйрвейс оказалась в шаге от банкротства, задолжав 16 тысячам пассажиров и десяткам компаний почти 57 миллионов долларов, заявив о колоссальных убытках во время пандемии. А при этом компания была единственной, за кем правительство оставило право летать в ковид-изоляцию. Тогда привилегии объяснялись необходимостью вернуть в Грузию застрявших за границей граждан, а Гаяшвили утверждал, что терпит огромные убытки с каждого рейса. В марте прошлого года компания оказалась в центре скандала, после того, как на фоне международных санкций добавила в средства оплаты российскую платежную систему МИР. Но под давлением общественной критики карты вскоре убрали. Сегодня Джорджиан Эйрвейс подвергается осуждению в Грузии, не меньше, чем партийные лидеры, приветствующие налаживание коммуникации с Москвой. На все эти осуждения в компании отвечают теми же словами, что в правящей грузинской мечте, называя активистов управляемой силой, идущей против интересов собственного народа. Субтитры создавал DimaTorzok